Это сказка очень оригинальная, я думаю, она с большим чувством юмора написана. Называется она «Воры». Пожалуйста. Городской вор шел воровать в селение. На дороге повстречался ему сельский вор, который направился воровать в город. «Здорово!» — говорит городской вор. «Здравствуй!» — отвечает сельский. «Ты куда?» — «В село!» — «Воровством хочу там заняться. А то в городе стало трудно жить нашему брату. Дурак ты! И больше ничего! Ну, скажи мне на милость, кого ты будешь обворовывать? У баб холстых да кур таскать начнешь и только. Так от этого прибыли немного. Пойдем лучше в город и начнем орудовать вместе. Вместе-то и работа у нас пойдет веселее». Приходят ночью в город и думают, кого же им обворовать. Городской вор и говорит. «А давай обворуем купца!» Сельский отвечает. «Ну, зачем купца?» Он трудится. По копейке капитал собирает. «Ну, давай обворуем попа. У него денег пропасть. И попа не нужно обворовывать. Он обидней служит. За всех православных христиан молится. Ну, тогда обворуем судью». Вот. Его следует обворовать. «Потому он нашему брату тоже спуску не дает, когда попадешь к нему в лапы». Подошли к дому судьи. Городской вор встал на улице за караульщика. А сельский вор через окно пробрался в комнату. Забрал он денег тысячи рублей и три тулупа. А затем выпрыгнул из окна. Деньги и два тулупа воры поделили между собой поровну. А из-за третьего тулупа у них вышел спор. Один вор говорит. «Мой тулуп, потому что я воровал». А другой ему отвечает. «Нет, мой, потому что я за караульщика стоял. Тебя остерег». Спорили, спорили и чуть было не подрались. «Постой», — говорит городской вор. «Попросим судью, чтобы он нас рассудил». «Мне-то он знаком, раз на три месяца в тюрьму приговорил». Подошел он к окошку спальни судей и крикнул. «Господин судья, на одну минутку выгляньте в окошко». Проснулся судья, отворил окно и спрашивает. «Что вам, господа, угодно? Что вы тут шум подняли и мешаете мне спать?» «Вот в чем дело, господин судья», — сказал городской вор. «Мы с товарищем вот сейчас украли тысячу рублей и три тулупа. Деньги и два тулупа мы разделили поровну, а третий тулуп никак не можем поделить. Кто должен владеть им? Тот, который воровал или тот, который за караульщика стоял на улице?» «Конечно, тот, который воровал, потому что он больше рисковал своей шкурой, чем караульщик», — сказал судья. «Захлопнул окно и лег спать. Посмеялись воры над красотой судьи и пошли куролезить по кабакам и трактирам. Проснулся на утро судья и увидел, что вчерашние воры его-то и обворовали. Рассказал он об этом своим гостям, а гости и подняли его насмех, дескать, свой тулуп между двумя ворами поделил. А больше всего один купец, богатый, над ним посмеивался. Проходу ему не давал. Довел судью своими насмешками до того, что тому в пору было и в петлю лезть. Тогда судья задумал проделать шутку с купцом. Рассказал он тех двух воров, которые его обокрали. Дал им еще тысячу рублей и попросил, чтобы они обворовали купца. «Хорошо», — сказали воры, — «это по нашей части». Надели на себя белые балахоны, пробрались ночью в комнату купца и говорят, «Мы, ангелы, пришли тебя взять живым на небо, потому что Бог видит, что ты по правде живешь. Приготавливайся в дорогу». Купец обрадовался и говорит, «Нельзя ли три дня повременить? Я тем временем все распродам, а деньги с собой возьму». «Можно», — отвечает воры. «Только обязательно через три дня будь готов, иначе на небо не попадешь». Начал купец распродавать свое имущество, почем попало, лишь бы скорее собрать деньги. Через три дня воры опять являются в своих балахонов к купцу и спрашивают его, «Готов? Готов, готов», — заявляет купец. «Ну так вот садись в эту сумку, мы и поволокем тебя. Деньги давай сюда, у нас они сохраннее будут». Спустили они сумку на улицу, а затем втащили на крышу дома судьи и всунули ее в трубу. Купец только кряхтит. Наутро в комнате судей затопили печку, а дым из трубы обратно валит. Что за причина? Начали осматривать. Видят, какое-то чучело в трубе. Сняли с трубы сумку, раскрыли, смотрят, а там купец чуть живой. «Ты зачем сюда попал?» — спрашивает судья. «Так и так», — говорит купец, — «хотел живым на небо попасть, а вместо неба попал в твою трубу». «Должно, и меня те же воры обработали, которые у тебя в доме хозяйничали». Принялся тут судья хохотать над купцом. Потом об этом случае всему городу рассказал. Стали все смеяться над купцом, а он и не вытерпел. Продал свой дом и уехал жить в другой город. А вором судья в награду выдал еще тысячу рублей, только попросил у него ничего не воровать больше. Остались воры на жительстве в городе и живут все припеваючи. Денег они у купца забрали больше тысячи.